Нездравия соратники, в очередной раз выжил, и поэтому нужно подвести некоторый итог всему тому, что происходит сейчас. Можно сказать, что некий итог всей деятельности канала Цельнозор и моей деятельности за некоторый период времени. Очень многие спрашивают разные различные вопросы по рунам, по толкованию смыслов и по всему остальному. И пытаюсь объяснить, что по отдельности все это не имеет смысла, потому что нужно иметь общую картинку Цельнозор. Общую картинку можно сложить, исходя из всех приоритетов, всех уровней управления. Уже многие, у кого есть желание и попытка осмыслить некий интеллект, скажем так, и воля, которые приложили в определенном уровне, они уже посмотрели генерала Петрова, который говорил о многих интересных вещах. Так вот, я попробую расширить его концепцию, его точку зрения и попробую улучшить и сделать некий апгрейд, усилить его картину мира, которую он дал в копота. Я все-таки осмелюсь предположить, что при всем уважении к другим соавторам он один из идеологов концепции, достаточно общей теории управления и концепции общественной безопасности. И попробую дать свое видение в некотором срезе, скажем так, с уровня тонкого плана, больше акцент на тонкий план. Потому что время пришло, и время пришло понимать, что с нами делают на всех уровнях. А с нами делают на всех уровнях очень много жестких, нехороших вещей. То, что сейчас происходит, это взаимодействие по полной. У врага агония, поэтому они нас бомбят на всех уровнях, включая выше уровня методологии. Я иногда буду прерываться, потому что нужно кашляться. Иногда будет у меня был очередной глубокий, скажем так, заплыв на тот свет. Интересно. Но не для всех. Итак, уровни управления. Я считаю, что их на самом деле немножко больше. Сейчас покажу. Например, вот уровни реальности. Это даже не то, что не столько уровень управления. То есть на физике управлять чем-то процессами, это все равно, что пытаться растопить прошлогодний снег, бороться с ним, когда его уже нет. То есть то, что произошло на физике, это значит, что это следствие. Если мы видим дерево, это значит, что когда-то в это место упала семечка, потом его кто-то полил, либо природа полила, потом никто не обращал внимания. И вот мы видим дерево, которое мешает, собственно говоря, нам проехать. Условно говоря. Мешает открыть ворота и так далее. Если мы видим, что съел термиты весь наш дом, муравьи в дереве, это значит, что образовался муравейник там, где не надо, и мы долго на него не обращали внимания. И сейчас уже на физике, конечно, можно что-то делать, но лучше делать это на другом уровне, на уровне причин, на уровне начала. То есть посмотреть, почему произошло вот это именно явление, и какие факторы, скажем так, на него повлияли. Если нас атакуют акулы, условно, то можно, конечно, попробовать быстренько организовать какую-нибудь стрелялку для акул, вот резко, прям в океане. Но это лишь следствие. Работать надо было, и вообще и сейчас даже не поздно, с причинами понять, почему это мы оказались в океане среди акул, почему они нас кусают. Акул-то не изменишь, это их природа. Соответственно, даже клетку, если сделаешь... Вопрос, а почему мы там, вот с этим вот аппаратом для дыхания, с ластами, оказались в этих акулах. Мы, как раз бы, жили, не трогали, а ситуация вокруг менялась, менялась, затапливала, медленно затапливала, и мы не заметили вдруг, как мы оказались в океане. Вот сейчас вот с нами происходит такая ситуация, что мы обнаруживаем, что резко-резко так нас атакуют акулы, ну, условно, там, или нацики какие-то, условные нацики. Друг резко вот так раз и начали атаковать. Ну, вот мы и мы решили вот так вот на физическом уровне на них влиять. Ну, как бы, предполагаю, что до физического уровня есть другие уровни, на которых можно было что-то сделать, и можно, и нужно делать, дабы весь процесс был более целостным и более эффективным. То есть, военное вмешательство – это край. Это край, и очень неэффективно, хотя довольно быстро. То есть, если человек, грубо говоря, украл уже что-то, разрушил, там, хулиган, разбил витрину, то на него можно физически повлиять, но это уже будет поздно. Проще как-то эффективнее сделать так, чтобы, ну, не крушили люди витрины, не поджигали, не разрушали и так далее. Есть химический уровень. Пока вот первые шесть уровней более-менее совпадают с тем, что говорил генерал Петров. Но я расскажу про более широкий уровень, там, расширенный вариант уровней управления. Помимо химии на нас воздействуют медикаментами, различными магическими уколами священными через пищу, подменяя естественные вещи на неестественные, меняя генетический аппарат, ну, и воздействуя определенными полосками радости. Это все реальность, на которой мы живем. Скажем так, глупо с ней кто-то, вряд ли кто-то будет спорить. Это будет выглядеть глупо. Ну, соответственно, экономические, экономическая теория, в том числе судный процент, в том числе НДС, прибавочная стоимость и так далее. Но самое интересное, что вот эти все уровни, они перемежаются между собой, и самые высокие уровни, они пронизывают все эти. Допустим, физический уровень не может распространяться вниз, вглубь. Ну, а магический уровень, как я покажу выше, и мы поговорим об этом позже, он распространяется на все уровни, включая физические, потому что наши физические действия, они зависят в том числе и от рун, и от статусов, и от всего остального. Так вот, чтобы понимать, что с нами происходит, и, как говорил генерал Петров, перехватывать управление, нужно перехватывать его на максимально тонком, высоком уровне. Для начала, перехватывая у себя, в своей жизни, попробую пояснить, что имел в виду генерал Петров. Скажем так, мы должны пойти не только по его пути, но и дальше, и глубже, и проще. Начать, наконец, притворять в жизни все его идеи. Потому что пора дальше, и некуда, и некогда. Так вот, судный процент — это идея жертвоприношения, это идея жертвы, которая у нас пронизана и в религии. Нужно уметь видеть общее. Нужно уметь за деревьями видеть лес, потому что, ну, допустим, как я уже говорил, условные эскимосы, у них нет обобщения. Чем более обобщенно мыслит, обобщенными понятиями мыслит разум, тем более он эффективен, потому что он действует и мыслит на более высоком уровне, на более высоком приоритете. Соответственно, чем более абстрактно мышление, тем оно более магично, тем оно более эффективно. Чем более человек философичен, скажем так, оперирует более абстрактными понятиями, Знает некие общие последовательности и закономерности Тем он более эффективен Пример из известных, хотя насколько это известно Условно, опять же, очень абстрактный термин Абстрактный персонаж, это Шерлок Холмс Он оперировал очень абстрактными понятиями Но зная о некоторых общих закономерностях Он применял на практике и показывал удивительные результаты Ну, по крайней мере, в теории Ну, это лишь такой абстрактный, опять же, пример Пример абстрактного влияния на события Это Карл Маркс Непонятно, почему Ленин Но на самом деле там больше переделано Сталиным Труды Сталина очень эффективны были И они очень хорошо повлияли Правда, их скрыли Это пример того, как абстрактная идея влияет на реальность Когда пример теории Он говорит, что без теории нам смерть Теория отлично применила себя И показала эффективность, суперэффективность В экономике и в изменении жизни людей И даже экологии Климата и всего остального в мире Вот пример того, как идея Сверху, казалось бы, просто идея Имеет либо разрушительное, либо созидательное влияние Вот мы сейчас наблюдаем то, как разрушительная идея Влияет на нас Как говорил генерал Петров Идея, теория это лишь Такой курс Вот самолет вылетел И летит Вот у нас почему-то в поправленной конституции Ничего не изменилось по сравнению с непоправленной Вектор, идея Государства То есть Национальная идея невозможна Просто существует запрет на национальную идею То есть на тот вектор, куда летит самолет То есть, грубо говоря, самолет летит, а куда мы не знаем И мы не имеем права говорить, что самолет будет лететь туда Как долго этот самолет проболтается в воздухе? Хороший вопрос Так вот, чтобы самолет не упал, нам все-таки нужна теория Без теории нам смерть Вот я стараюсь Сейчас рассказываю немножко вариант того На почему необходимо И даю некий вариант теории Теории и национальные идеи Хотя бы на уровне одного человека На уровне осознания процессов Происходящих внутри человека и во Вселенной Так вот, по фактологии Тоже очень интересно То есть, какую фактологию нам предоставляют Нам теорию дают фактологию Допустим Ну Либо коэффициент преобразования энергии Либо КПД Вот коэффициент полезной деятельности Что такое коэффициент полезной деятельности? Это такой же бред, как теория добавочной стоимости Например Да, вот какой вот Лежат 20 булочек Вот какая стоимость там Добавочная, продукт прибавочная Какой недобавочный Вот сложно понять Вот я тупой, я не понимаю То же самое Коэффициент полезного действия Какое действие полезное, а какое нет Какое КПД может быть у гидроэлектростанции? Вот вода падает Есть понятие коэффициент преобразования энергии Что вот кинетическая энергия преобразуется в другую какую-то Это еще понятно Это еще как-то понять Насколько эффективно Одна энергия преобразована в другую Это еще, но опять же там еще хреново туча вещей Которые не указаны И все это действует только лишь для закрытых процессов А закрытых процессов раз-два и обчелся практически нету Кроме некоторых химических там Поэтому нам говорят, что ртуть вредна Хотя ею лечили Каннабис там Как это по-русски? Это конопля Которые еще там Значки и медали были лучшему Коноплеводу До 60-х Делали бумагу И очень хорошие ткани Вечные практически Малоизнашиваемые И так далее Но потом сказали, что это вредно стало Резко Нам говорят, что Наркотики это то, что Запрещено А не то, что вызывает привыкание Привыкание вызывает алкоголь, сигареты И кофе Вот это с точки зрения фармакологии Наркотики Но почему-то их свободно продают И так далее Вот эта вот перверсия Вот это вот извращение Изменение на уровне понятий Оно и приводит к тому, что Нами вертят, как хотят Вот чтобы нам не вертили Нужно понимать И самим искать Вот на этом уровне Что я и делаю В том числе на канале Цельнозор У меня на По истории По хронологии По фактологии Есть ряд роликов Очень мало По экономической теории По химии и физике Но это Потому что Приоритеты не те У меня больше Канал сейчас По методологии Магии Рунам И статусам Сейчас объясню Что это такое И каким образом На более высоких уровнях Осуществлять Перехват управления Проще говоря Не дать себя Обмануть Потому что Если ты дашь себя Обмануть А обмануть себя Может дать только Плохо информированный человек Либо безвольный человек Вот на Уничтожение воли Тут у нас вот есть Вот этот приоритет Немножко вот этот И опять же На То, чтобы не было сил Направлен вот этот приоритет Вот Вся экономическая теория Направлена на то Чтобы люди жили плохо А не для того Чтобы жили хорошо Вся экономическая теория Перевернута Так вот Вот это вот Весь бред По фактологии Который нам сейчас Втюхивают Масс-медиа И СМИ Ограниченность ресурсов Земли И прочая хрень Сейчас уже новые Вбросы пошли По плоской земле Которые якобы Не от официальной науки А смотришь Те же самые Иллюминаты И прочие Инфлюенсеры Вот этот бред Несут про плоскую землю Неважно Откуда это исходит Нельзя сказать Что все Что вот от СМИ Это вранье Хотя почти все Очень много Есть полуофициальных Каналов На самом деле Цеховых И прочее Скажем так Которые специально На хорошем уровне Я уже некоторые каналы Разобрал Каналы тролли Которые троллят Людей Специально Вбрасывая Ложную информацию На уровне Хронологии Например История культуры И религии Вот именно Если сказать Кое-что на уровне Хронологии На уровне Культуры И истории Религии Вот если Русские Такие-то Условно А иудеи Вот такие-то То вот Ну куда деться Вот Исторически Так сложилось На самом деле Чушь полная И То что нам Говорят Что исторически Так сложилось Сейчас Казахи С татарами Спорят Кто Ближе К Мифическому Чингисхану Кто из них Больше Русских Поработил Скажем так Абсолютная Чушь Абсолютный Бред Ну Люди Почему-то Основываясь На этом Как-то У них Это в голове Умещаются Начинают Наезжать И требовать Чего-то У русских Или К примеру На Бред Про Рабов В США Якобы Привозили Черных В невероятных Масштабах И Всяческих Угнетали И вот эти Вот Сейчас Потомки Угнетателей Ставятся В нехорошие Позы И с ними Делают Тоже Не совсем Хорошие Для меня Вещи В моем Понимании Это реальность Вот сейчас Вот это Вот Происходит Массово Геноцид Белой расы Под разными Предлогами Придуманными И на разных Уровнях В том числе На уровне Методологии Вот отсюда Ж это происходит Логика Разделяй И властвуй Чтобы Не дать Себе Промыть мозги Нужно понимать На каком Уровне С тобой Происходит Манипуляция Скажем так Без Твоего Сознания Без Твоего Согласия Воин Это нужно Смотреть На уровне Школы На уровне Права Вот эти Вопросы Права Большинства Что с тобой Делать На самом деле Кто Определяет Что такое Большинство Что такое Благо Большинства Как действуют Политические партии И идеологии На самом деле Все эти партии Для разделяй И властвуй Потому что Что такое партия Это представление Интересов Меньшинства Любая партия Это меньшинство А у нас сделано Что группа Меньшинств Определяет И Уничтожает По сути Большинство Потому что Оно действует В интересах Меньшинств Группа Меньшинств Всегда Будет действовать В интересах Меньшинств На самом деле, вот эта вот идеология политических партий, она ущербна изначально Потому что в казино выигрывает только заведение, ничего больше Ну вот мы сейчас вкратце пройдемся по текстовой части Скажем так, по теории И потом я расскажу, как это все на практике выглядит Каким образом нам форматируют мозги и нашу реальность В основном на вот этом вот третьем, втором и первом уровне Магический уровень, который я бы назвал Это очень широко, на самом деле это и квантовый, цифровой уровень, который тоже влияет на реальность На самом деле работают и квантовые симуляции То есть некие события промодулированы в другой реальности и наложены на то, что происходит с нами Потому что можно сделать куклу Вуду, а можно сделать компьютерную куклу Вуду На квантовом уровне, на уровне магии это будет одинаково Кто-то думает, что это не работает, но К сожалению или к счастью, все это работает Так устроен мир, он устроен голографично А голограмма в каждой маленькой части имеет копию его большого И все связано со всем Об этом тоже много уже рассказывал, но и наверное расскажем еще Смотрим сеансы, смотрим наши воспоминания Все есть, реальность реально круче фантастики Можно сделать вывод и сложить картину мира Так вот, на уровне ритуалов, в том числе религиозных Когда происходят разные хаджи, либо жертвоприношения всех видов уровней Там шаманы, курбаны, пасхи, пейсахи Которые по сути это одно Аврамические, скажем так, религия Одна идея, теория Что с кем-то одним поговорил Бог Условный, там высшее существо, высший разум Неважно Все религии говорят, что нельзя с ним говорить Но как-то есть люди, которые получают некие откровения А потом делятся этими откровениями с другими Шаманы там в каком-то высшнем мире Верхний мир, нижний мир, там у них тоже свое Суть одно, они входит в некое состояние И в нем проводят некие вещи Но в это состояние можно вводить людей Трансовое состояние Выключив сознание Музыкой Немножко дымом окуривая И так далее То есть суть одно и то же Что происходит в некоем православном Так называемом храме Что в юрте шамана Что еще в других местах Суть одна Выключить сознание И через определенные Иногда костыли Иногда просто состояние А можно заставить массу людей Делать одно и то же Показав им некий ритуал И вовлекая в этот ритуал Например, музыкальный клип Когда людям дают идеи Выключают мозг Ритмом Словами забивают тоже сознание Либо направляют сознание То, что я делаю сейчас В своих разборах клипов Я показываю, как это все работает Каждый разбор клипа Я показываю И мы передумываем врага Так вот, мировоззрение, магия Уровень науки Все определяется на этом уровне То есть, если Пророк Запрещает слушать музыку И пользоваться автотранспортом То можно понять Какой уровень науки Будет в таком обществе Как правило Уровень науки Обратно пропорционален Уровню религии Религиозности Потому что, допустим Религиозность Оскорбляет мои чувства верующего Скажем так Поэтому магический уровень Он, безусловно, работает И с его помощью Управляют людьми И управляют на тех уровнях На которых люди Даже не задумываются Почему это так Почему они сделали одно Сделали другое Почему с ним происходит То, либо иное Это не то, что вот Сходил к бабке Там приворот сделал Это все, конечно, однозначно В этом же уровне Но, к сожалению Очень часто Вот с помощью Вот этого И прочих иных Вещей Управление происходит На уровне магии Намного более успешно Потому что Большие числа На макроуровне Могут делать С человеком Очень многое На его микроуровне К сожалению Это так И механизмы Я разберу чуть позже Ну и следующий уровень Который внутри магии Как бы Это рунический код Код управления Всеми процессами Во вселенной То есть Назовем это Символизм Коды иногда Показывают Еде Нам Стаду Не обращаясь Не объясняя смысл Не обращая внимания На обратную связь На реакцию А часто давая Сказку Какой-то бред Искаженный Почти верный смысл Но лишь для Определенной ситуации Ну к примеру Нужно Сеять Что-то Осенью Потому что Вот В Бразилии Сеет В сентябре Никто не говорит Что Не уточняет Что это Другая Другая полусфера Полушария И там Как раз Такие Весной Весна происходит В сентябре Как это ни странно И там Потепление Там много Воды И там Самое время Если у нас Начинать Сеять Вот так Но я не говорю Про зимы Я условно Это абстрактную вещь Говорю Некую абстрактную вещь Если мы начнем В сентябре Сеять Или в октябре Ну вот В Австралии же Сеет И все классно Но у нас Другая ситуация Вот нам это Не говорят Нам многое Не договаривают Лучшая вещь Лучший способ Собрать Это Не сказать Всю правду Итак Знаки Вот эти наклейки Которые происходят Которые иногда Называют руны Это не руны То что у нас Сейчас происходит Говорят Рунические школы И так далее Это не руны Это не те руны С которыми могут работать люди Именно вот С рунами Которых уже Только Мы с Моной Сняли больше Четырех тысяч И у меня тут их Уже вот пять Таких тетрадок Вот так Плотно Исписанных Ну Не важно Тут Ну в общем Много разных Вот Столько И это Неоткуда Взито Не взито Это просто Мы смотрим С Моной То что на нас Наклеено Больше Четырех тысяч Четыре ноль Девяносто шесть Почти все Уже сняты Это то что Работало Против нас Именно руны Это то что Не наклейки На человеческих Уровнях А руны Которые работают На уровнях На всех Выше человеческого В том числе Плюс еще Тысячи рун Которые Вне нас Скажем так Помогали врагу И так далее Вот на этом уровне На уровне Кодов Матрицы Скажем так Кода Голографичного Либо матричного Кода Если кому Понятнее слово Матрица Сейчас это модно Говорить Матрица Так вот То что нам Показывают Многие Я сейчас Перейду К практической части От теории Практической части Всего того О чем Я говорил Так вот Там полный бред Наклейки Вот эти Которые Плоские Это плоский Вариант Рун Скажем так Одно из проявлений Одна из граней И вот это вот Утарг И прочее И прочее Выдают за руны На самом деле Очень опасно Работать с рунами Руны Это структурирование Информации В чистом виде Женщина Это эмоции Это образы Это энергия Это не работа С силой Из информации Если женщина Начинает работать С рунами Она перестает Быть женщиной Проще говоря Об этом Не всем говорят Соответственно Меняется статус И лишается Много чего О статусах Я сейчас тоже Поговорю немножко И происходит Некое взаимодействие Со вселенной На ином уровне То есть С мужиками Тоже Не так все просто Потому что Не только ты Работаешь с рунами Но и руна Работает с тобой Даже если это Плоский вариант Я называю это Знаки Наклейки Даже на этом уровне Я бы не рекомендовал Работать Со знаками Неподготовленным Сознанием Но тем не менее Этими рунами В последнее время Особенно Нас бомбят Очень жестко Руны действительно Работают Но вопрос Как они работают Потому что Ну пока К сожалению С рунами Проще работать Из-за зеркалей Скажем так Работать врагу Поэтому враги Раньше могли Вешать руну На человека Его перемалывало Условно Либо на процесс Процесс усиливался Либо угасал И никто не понимал Почему В практической части Я покажу Как работали Нацисты С рунами И почему Это очень опасно Работать с этими рунами Что делал Как противодействовал Нацистским рунам Товарищ Сталин Тоже немножко упомянул Это будет во второй части Вот этого ролика Сейчас у нас Теоретическая часть Сейчас мы на ней закончим И практическая часть Будет далее И самый главный уровень На котором Тоже происходит управление Это статусный Статус может Быть принят добровольно Путем дезинформации Насильно Тоже Не объясняя Вот будет так И все Например Статус жертвы Вызывает определенный уровень Взаимодействия Со вселенной Либо На других уровнях Через руну Через магию Через участие В определенном Ритуале Магическом А любой ритуал Магический Даже там Принятие присяги Это магический ритуал Ритуал принятия статуса И так далее На уровне методологии Объяснения На уровне фактологии Экономической теории То есть принимаешь Ты кредитники Берешь Ты уже участвуешь В некотором ритуале Ну и соответственно В физическом уровне Может быть изменен статус Ну а все это Соответственно Вот очень много статусов Меняется на уровне магии Казалось бы Это просто магия На самом деле Ты меняешь статус А дальше уже происходит Иной уровень взаимодействия Со вселенной На Везде Глобально Допустим Причастие Что такое причастие Это ты Причащаешься к чему-то Становишься общим С единым процессом Неким Которым ты не имеешь Ну почти никакого Отношения Которому Но Поскольку человек Пьет кровь Статус вампира Но в то же время Он сливается Принимает в себя Добровольно Он добровольно Сливается С жертвой То есть он и донор И вампир Одновременно То есть одновременно Он открывается Всем вампирам Он же добровольно Стал донором Жертвой На тонком плане Начинается Ну Лучше Даже не описывать Ничего своего Хранить невозможно Меняется судьба По сути Начинаются атаки Вселенной Потому что Вселенная говорит Ну раз ты жертва То вперед То же самое Если женщина Считает что Она обижена Она феминистка Только потому что Она женщина Она обижена Все Идет слияние Статуса жертвы Статуса женщины Все женское Уничтожается Только женщина Считает что Она вправе Определять судьбу Судить Лучше Мужа Знать Кое что Она становится Мужиком Все Она становится Над ним Она судит Соответственно Теряется Все женское Вылетает Открытость Вампирам Атакам И так далее Ну вот Очень Чревато Принимать на себя Статус жертвы Вот Вот Просто Чревато В любом Случае Не верь Не бойся Не проси Есть логика В этом Я как бы Думаю Что да Стоит Следовать Этому Интересному Принципу Опять же Страх Ты боишься Ты закрываешься Определенный Статус То есть Очень часто Люди Принимают Статус И Сами Того Не осознавая Иногда Просто Посмотрев Фильм Потому что Людей Делают Вовлеченными И Заставляют Менять Статус И Самое Главное В Перехвате Управления Это Самостоятельно Понимать Какие Статусы Тебе Привесили Каким Образом И Соответственно Как от Этого Избавиться Если Грубо говоря Ты там Покрестился Или Там Поучаствовал В Пейсахе Или Там В Курам Как-то В Байране Или как там Ну не важно В общем Либо С шаманами Попрыгал Это Нехорошо Неплохо Само по себе Но Это Изменение Статуса То есть Ты часть Определенного Эгрегора Эгрегор Уже Не только Ты взаимодействуешь С Эгрегором Но В основном Эгрегор Взаимодействует С тобой Эгрегор Это Магия Это Руны Вот То что Мы сейчас С Моной Сделали Мы убрали Всю руническую Составляющую Эгрегоров Соответственно Через Несколько лет Эгрегоры Потеряют Самостоятельность И потеряют Свою силу То что Сейчас люди Накачивают Пытаются Накачивать Угасающие Эгрегоры Но это Их Проблема Их Воля То что Мы сделали Мы Освободили Людей От этого Доминирования И давления На уровне Эгрегоров Я считаю Что это Необходимо Потому что Закон Свободы Воли Доминирует Никто Не может Делать Что-то С человеком Без Его Доброй Воли Чтобы Ничего С тобой Не делали Воин Нужно Хотя бы Понимать Те уровень На которых С тобой Могут Это Делать В основном Вот эти Три Возможно Четыре Вот То что Я сейчас Делаю На канале Разборы Для чего Я это Делаю Это Нужно Противодействовать Вот на Этим Этих Трех Уровнях Врагу И Перехватывать Управление Хотя бы Самому На Этих Трех Уровнях Квадратик Который Сейчас Людям Присываю Вот это Изменение Статуса Человек Меняет Статус Товара Где-то На товар На себе Условно Добровольно Овечки Повесили Циферку На ушко И определили Статус То есть Судьбу Все Овечки Не надо Объяснять Что за этим Последует Почему Циферка Что-то Означает Вот то Что у нас Сейчас происходит Символизм Одноглазый Символизм Против которого Мы работаем Он форматирует мир Прежде всего На вот Вот на этих уровнях Почему Циферками Они так Активно Нас Бомбардируют Активно Вот 6, 9 Иногда 3 В совокупности Вот Почему Код 9.11 Имеет такое значение Мы расскажем В практической части Я постараюсь Упомянуть Почему Так важны Эти квадратики Статус Какой статус Почему У товара Нет своей воли И судьбы И почему На физическом уровне Ничего не изменить Чтобы изменить Что-то на физическом уровне Снять с себя Этот квадратик Нужно Вот осознать Вот Вот Воздействие На всех уровнях Почему Человек Добровольно Приняв Вот это Вот Допустим На трех уровнях Вот На этом На девятом Ничего уже Не может изменить Почему Условно Деносификация На этом уровне Противоречит Всему тому Что люди Добровольно На себя Повесили На вот Этих Вот И каким Образом Можно Делать Деносификацию Условно Лишь частный Пример Того Что сейчас Происходит Более Глобальный И полно И полнее Вот Об этом Мы сейчас Попробуем Поговорить В следующем Нашем Ролике Как соратники Добра